Здравствуйте, подожди, почему вас вы вырубили в детском кресле и не пристегнули при нем в заходе? Мы его только отстегнули. Понятно, но ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве. Дело у вас это не будет. Мне больно, да идите, че я все. У вас документы, ваши документы, пожалуйста. На этот раз сотрудники ГИБДД патрулировали рано утром у седьмого детского сада. Большинство родителей привезли своих детей на автомобиле. Инспекторы проверили каждого. В ходе рейда было выявлено 8 нарушителей. В связи с халатными родителями была проведена беседа, и все они были привлечены к административной ответственности. Все чаще причиной травмирования детей становится халатность родителей, которые перевозят своих юных пассажиров без детского удерживающего устройства и непристегнутыми ремнями безопасности. За 2015 год выявлено 373 нарушения правил перевозки детей. Также инспекторы уведомили каждого о том, что с 1 января 2016 года водители смогут получить 50% скидку при уплате штрафа, если сделают это в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении. Соответствующий закон был принят на днях Госдумы. Идея законопроекта в том, чтобы стимулировать граждан к более активной уплате взысканий. А лучше этих штрафов не иметь. Безопасность ребенка превыше всего. Перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью и должна стать для родителей правилом. Поездка в автомобиле – это всегда риск для маленьких пассажиров. Даже при незначительном торможении, а также резком торможении, ребенок в машине может получить различные травмы.